Приветствую, друзья! Очень важно, очень интересно. У меня дискуссия такая, диалог был, имя не скажу, потому что просят не говорите. Но это дама. Да, по всей видимости, очень умная. Ну это прекрасно, ну прекрасно. Но я вам хочу сказать, мы все, мы все, мы все совершаем какие-то действия, очень полезные для нас. Вот, например, мы дышим. Мы дышим. И в йоге очень много способов дыхания. И вот там один молодой человек, очень мудрый, он говорил такую вещь, что очень важно, чтобы дыхание было не простое дыхание как таковое, а осознанное. И говорит, вот мы делаем миллион дыханий, но если мы делаем осознанно несколько дыханий, осознанно, то это революция уже. Это уже эволюция в сознании, улучшение здоровья, это вообще расширение пространства сознания. Ну много чего хорошего сказал, и вот мне вот эта дама, с которой я общался, она мне сказала, так а что значит осознанное дыхание? Это как делать осознанное? У нас же, говорит, есть ключевое дыхание, вы же давно его поставили, там как раз осознанное дыхание. Это же, говорит, и есть первый шаг к йоге, действительно, к развитию духовности. А что такое осознанность? Это и есть духовность, это путь к творцу в себе, к самой сути природы человека, каждого конкретного. Вот вы, например, когда делаете по целебному ролику «Помоги себе сам», там посмотрите в YouTube-канале «Целебный ролик», «Помоги себе сам». Там одна минута всего лишь, одна минута всего лишь ключевого дыхания даёт потрясающий полезный эффект. Вы там просто думаете, о чём думается, и одновременно в этот момент, в течение этой минуты прислушиваетесь, что у вас, вдох теплее или выдох. Вот это и есть осознанное действие, когда вы нарочно обращаете внимание на что-то. Что такое сознание? Сознание – это внимание. Там, где внимание, там и сознание. Да, друзья. И вот посмотрите. А когда ваше внимание целиком заполнено чем-то, это доминанта. Если страхом заполнено, это доминанта, это вы не знаете, кроме страха, ничего не видите, не слышите в этом страхе. Я вам рассказывал в прошлом ролике, как выходить из страха, как делать узелки вот эти, которые называются узелки на память, создавать вторую конкурирующую доминанту, что мозг располовиновал направление энергии, и та доминанта страха ослаблялась. То же самое можно сделать в любом направлении. Да, вот есть несчастная любовь, например. Не знаете, как выйти из этой доминанты. Страдайте, страдайте, страдайте. А вот вы так сделаете. Сделайте все 10 пальцев. Да, сделайте. Потом ещё есть, конечно, там точки такие специальные. Вот здесь 2 миллиметра под носиком. Раз, раз, раз. Вибрацию такой ноготочком. И вот здесь. Это вот здесь канал Думай и Жень Май. Вот эти 2 канала вот этих, китайской иглотерапии, дзенгон в системе. Ну, неважно. Я сейчас об этом говорить не буду, о точках. Я потом всё ещё расскажу. Точки от страха. Точки от изменений настроения резких, чтобы вы были стабильны, устойчивы. Вы были психологически устойчивы и не теряли точку опоры в разных ситуациях. Там ветер подулали, снег пошёл. Или кто-то вам не сделал ожидаемого комплимента. Мы все в жизни обычно недохваленные. Сделайте комплимент себе. Вот побудьте несколько минут сами собой. То, что вам не сказали, не дохвалили, или вы не доплакали, или вы не доиграли. Побудьте в этом мозговом санатории. 5 минут хотя бы, когда вам никто не мешает. Побудьте как ребёнок, покапризничайте. Что вы любили в детстве, доиграйте. Ну, хотя бы мысленно. А если вы при этом ещё добавляете движения руками, вообще полное получается создавание новой доминанта. И вы перескакиваете из неприятного состояния в приятное. Открывается детская естественность, восторженность. Такая безусловность в жизни, когда вы в детстве были такими естественными, такими хорошими, такими прекрасными, такими красивыми. Дети, ангелы. Вы представляете, если вы каждый день 5 минут будете ангелами? Так вот, и осознанное дыхание – это путь к этому. Когда вы одну минуту прислушиваете степлее вдох или выдох, даже если вы не нашли, что у вас теплее, это не главное. Это вторично важно. Думая, о чём думается, допустим, вы в тревожном состоянии, думая, о чём думается, пуская мысленно самотёк, сидя, стоя или лёжа, в это время одну буквально минуту, осознанно, повторяю, прислушивайтесь. Это и есть, направляете внимание, это и есть осознанность. А что ещё такое осознанность? Это когда вы направляете на что-то внимание. Ещё раз повторюсь, там, где внимание, там и сознание. Теперь будет легче понимать, что такое осознанность. И эта формула распространяется на все действия. Есть простое дыхание, вы хоть миллион раз дышите. А вот когда вы делаете осознанное дыхание, одной минуты достаточно, чтобы произошли коренные изменения, улучшивные в вашего самочувствия в положительную сторону. И это эволюция вашего развития, и духовного, и физического. И вы потом многие вопросы решаете более понятным для себя образом, более естественно. Потому что вы, короче говоря, Бог не над нами, но и вокруг, и внутри нас. И вы, когда делаете осознанные действия, вы этим самым освобождаетесь от страха, шаблонов мышления, этих блоков сознания и тела, и открываете в себе Творца. Потому что вы прекрасны. Вы Творец. Я, когда говорю женщинам, вот у нас производятся какие-то там занятия рабочие иногда, и вот ко мне выходит женщина, кстати говоря, хочу сказать, я просто про мужчин не говорю, потому что не хочу про них говорить, что они плачут. Они плачут. Плачут, когда им очень плохо, когда мужик вот такой здоровенный, такой смелый, такой мужик, знаете, такой чемпион. И вдруг, когда он заболел, у него температура или что, он превращается в ребёнка, он капризничает, он плачет. Почему? Большой мозг так устроен, что он переходит на другой уровень экономии, энергозатрат, на детский уровень. Капризничает, и там как раз-таки накапливаются силы. Потом он быстро восстанавливается, и выходит в жизни уже такой опять, такой, какой надо. Так, слушайте меня внимательно. Что такое осознанное действие? У нас есть ключевое дыхание. Ещё раз повторяю, целебный ролик, точка, помоги себе сам, точка. На YouTube-канале найдите. И подпишитесь на Telegram, там идёт тоже дискуссия по этому поводу. Это очень важно. Потому что, запомните формулу, простые действия, пускай простое дыхание, это простая жизнь. А осознанные действия – это уже развитие. Это уже открытие в себе творческого начала и развитие в себе Творца. Это как раз-таки вы попадаете в Царство Божие на земле. Попадаете в рай. Потому что в этом состоянии, когда снимается страх, когда восстанавливается ваше естественное дыхание, когда у вас появляется состояние комфорта, а это происходит через всякие такие отреагирования, которые вы в детстве не отреагировали, вот вас не дохвалили, вот вы, допустим, берёте, я беру, вот, допустим, когда вот эти рабочие занятия провожу, там иногда ко мне обращаются за помощью. Но я имена не называю без разрешения, так вам объясняю. Представьте себе женщину. Она в тяжёлом состоянии. Она говорит, я пять дней не знаю, что со мной происходит, там какая-то ситуация, мне не надо знать причины вот эти психологические. Я вижу сразу. Она как в мобилизованном состоянии. Вот так он, глаза вот такие. Она такая напряжённая, она никак не может страх у себя снять. Она вся такая несчастная, встревоженная, адреналиновым состоянием. Адреналовым. Я сразу вижу, что надо делать. Первое, первое. Конечно, я делаю комплимент. Ну, естественно, вы же понимаете, я мужчина, я женщина делаю комплимент. Я говорю, слушайте, какая вы красивая, красивая. И вдруг град слёз. Я ещё раз повторил, какая вы красивая, какая вы прекрасная. Опять град слёз. Ещё говорю, какая вы прекрасная. И чувствую, а я на самом деле чувствую, если бы я не чувствовал, я бы этого не мог так искренне сказать. Я чувствую, какая она умная. Я говорю, и умница. И опять град слёз. Недохваленная. Я говорю, недохваленная вы? Она говорит, да, родители были строгие очень. Недохваленные. Недолюбленные, кажется. На самом деле, может быть, и долюбленные, просто, может быть, так родители считали, что надо быть построже. Ну, мало ли чего бывает в семье. Может быть, у них стереотипы были. А может быть, они прекрасные люди. Ну, может быть, они просто несчастные. Может быть, они были недолюбленные. Поэтому они не знали, как транслировать эту любовь. Ну, много чего бывает. Короче говоря, каждый день берите пять минут, побудьте детьми. Похвалите себя, не стесняйтесь. Это самопомощь от стрессов. Поплачьте, если хочется. Потряситесь, если хочется. Подражите, если хочется. Позевайте, если хочется. Помашите руками, как вам хочется. Не знаете, как делать? Добавьте хлёст, добавьте лыжника, добавьте плавательные движения, дирижирование. Потряситесь. Поплачьте, поплачьте. И выходите на ключевое дыхание. Одну минуту. Когда вы каждый момент думаете, о чём думаете, но в это время, в течение одной минуты, в ключевом дыхании, а это я вам уже скажу, это уже целая хасай-йога. Это мне так приписали, я не сам придумал. Да, потому что этого нигде в йоге нет. И вот, одну минуту просто прислушивайтесь, вдох теплее у вас или выдох. Ещё раз повторяюсь. Не важно, а важно другое. Важно то, что когда вы прислушиваетесь, думая о чём думается, естественно, дыша, ну, носом там дышите, это хорошо. Но при этом, когда вы прислушиваетесь тому, дно, вдох теплее или выдох, вы что делаете? Вы невольно притормаживаете дыхание. Потому что, когда даже охотник идёт в лесу там за зайцем, когда он прислушивается, он невольно затаивает дыхание. Это автомат такой, биологический. Так, слушайте, когда вы прислушиваетесь, что у вас теплее, вдох или выдох, во-первых, вы затаиваете дыхание на секунду. Во-вторых, прислушивайтесь к теплу же. Его даже нету, но вы когда ищите тепло, у вас есть здесь горковый эквивалент. А тепло это комфорт. Друзья, тепло это комфорт. А комфорт, когда бывает защищённость. Это ваша безопасность. И вот когда вы каждое мгновение притормаживаете дыхание невольно, автоматически, рефлекторно, без усилий, потому что вы просто ищите тепло, вдох или выдох, вы не притормаживаете. Дыхание специально, как в йоге, там, трафаретно делают, шаблонировано. Задержи дыхание, посчитай, сколько секунд, глупости всё это. Ключевое дыхание, прямой вход в нирвану, в рай на земле. Это состояние выхода из андреналового, такого, крестного состояния, в эндорфинное состояние, включение всех гормонов, всех аптек организма, которые вас оздоравливают и так далее. Это мозговой санаторий, вы там накапливаете силы и здоровье, но самое главное духовное здоровье. Это путь к духовному развитию. Духовное развитие это не обсуждение, веришь ты во что-то или не веришь, что это личное дело каждого. Духовное развитие это путь к осознанности. Да, духовное развитие это путь к осознанности. И какой путь? Ключевой путь к осознанности это формула. Действия, которые вы обычно просто делаете, хотя бы миллионных делаете, хотя бы в той же йоге механически делаете, не осознанно. А действия, которые вы делаете осознанно, это настоящая йога. Это настоящая йога, не путайте, друзья. Это и есть духовно-физическое развитие. Да, друзья, я прошу вас посмотреть еще раз целебный ролик «Помоги себе сам» пользоваться этим. Вы можете предложить его кому хотите, он всем помогает, потому что ничего там такого нету, никакого насилия над собой нет. только к теплу прислушивайтесь, вот и все. Одну минуту причем. И самое главное, пожалуйста, кто пользуется целебным роликом, кто им пользовался, пожалуйста, напишите, давайте диалог. что вы при этом чувствовали, как вы при этом чувствовали, что вы чувствовали, что происходило на физиологическом уровне, что на психологическом уровне происходило. Пишите, пишите, пожалуйста, комменты, мы сделаем этот диалог, И на Телеграм подпишитесь, пожалуйста, и там участвуйте, там другие люди могут быть, здесь другие люди могут быть. Пожалуйста. И мы сейчас сделаем звезду для всех на планете Земля, откроем путь в рай за счёт простого ключевого дыхания, одноминутного. Это же так здорово, потому что это путь к осознанности, путь к Творцу в себе. Поэтому, как вначале я говорил, повторюсь, Бог не над нами, но и вокруг, и внутри нас. И это путь к себе, к тому, какой вы есть на самом деле. Потому что там вы открываете нечто безограничное, освобождаетесь от шор глаз, выходите из доминанты туннельного зрения на простор, на эту безмятежность. И за минуту можете выходить на нулевое состояние. А там вообще общение бесконечностью. Это и есть кто как называет, а вообще-то бесконечность. Это и есть Бог. Вечность. Это и есть Бог. И когда ты с Богом... А знаете, я вам скажу, когда вы с Богом. Когда вы занимаетесь любимым делом, и там дыхание у вас становится как надо. Когда вы занимаетесь любимым делом, потому что вы там вкладываете душу, душу, обратите внимание. Когда вы занимаетесь любимым делом, вы и есть сами собой. Потому что вы творец. И что я вам еще хочу сказать? В чем основная проблема жизни у людей? Она заключается только в том, сейчас я вам скажу, невероятно удивительную и невероятно простую вещь. Она заключается в том, что во всех учениях, во всех книгах, а я сейчас и от Луки читал Евангелие, и от Будды читал много текстов. Я читал сейчас много разных философов. Ну, очень много, поверьте. Я вам скажу, везде одно и то же. Везде одно и то же. И самое главное, самое простое, что, собственно говоря, если любимое дело открывает человеке Творца, потому что все хорошо, что сделано с Дубовью, и там только он может быть счастлив. Так вот, в чем же тогда проблема? А дело в том, что не всегда любимое дело в данный период времени обществом у человека востребовано. И он тогда думает, как же мне быть, как же я буду жить, если я буду заниматься любимым делом, а за него мне никто не платит, и оно нужно только мне. Ну, как мне совместить мои потребности с запросами общества? Вот это проблема. Поэтому создавали там знаменанты на социальные общества, знаменанты на капиталистические общества и так далее, и так далее. Вот этот весь момент поиска согласия между Духом и Телом. Потому что деньги нам нужны вообще для Тела. А для Духа нам нужно быть осознанным. Потому что человек – это хомо сапиенс, человек разумный. Итак, друзья, ладно, до следующего раза. Итак, начинаем наш диалог. Пишите, пожалуйста, в комментах, что вы испытываете после одноминутного ключевого дыхания. Я вас всех поздравляю. Мы все перед воротами в рай. Потому что новичок, если ни разу не пробовал, что такое ключевое дыхание, сейчас, наконец, поймет, как это здорово. А тот, кто уже пользовался, сейчас вспомнит, еще раз сделает. Потому что если каждый день одну минуту делать ключевое дыхание, ну ты что, за неделю, две вы вообще станете лучше себя чувствовать. Все, скоро у нас вебинар 27 числа. Не забудьте, а там вообще будут потрясающие новости. Ну и так. До встречи. Приглашаю в диалог. Так. Продолжение следует...